Как вы относитесь к тому? Могли бы вы чуть-чуть прокомментируете, а журналисты все собрались и никого не запускают, даже для этого выбрали? Вы не считаете, что для Пшенбаева вас пытаются специальные какие-то условия создать, чтобы вот даже у журналистов не было возможности снять его? С чем, как вы считаете, связанное? Я не знаю, давайте в комментариях мы зайдем, просто мы впервые видим, чтобы на предварительном слушании воспрепятствовали и не давали ни одному журналисту зайти в зал, хотя это законная наша правда. Право же это наше, Жанна, скажите? Да, это право на гласность, в первую очередь. И мы не понимаем, почему сотрудники суда запрещают нам зайти и сделать свою работу? Кто здесь прав, расскажите, по-моему, по вашему мнению. Я не могу сказать, кто прав или нет, но право на гласность, тем более открытый судебный процесс, и имеют право... Мы видели, что в этом суде есть залы больше. Мы не понимаем, учитывая, что они знают, какой интерес, какой резонанс, и почему они не приносят заседание в более большой зал. Это вопрос, наверное, к администрации судов. Да, но мы видим, что администрация суда как раз-таки и воспрепятствует нашей деятельности. Но мы еще протагали по очереди заходить, позволить нам протокольную силу сделать, вот что-то вы это уже должны быть смысл. Да, два прокурора, другие. Это мы адвокаты. Это мы уже муравейцы. Погали. 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 Идос. Сокрыто. Госпожа Дешимаева, скажите, пожалуйста, по какой причине журналисты предзапускают в зал сегодня большинства заседания? Как говорит, госпожа Дешимаева может об этом знать. Вчера ваш сын просил, что вы не просили? Что не просили? Как вы считаете? Давайте положим информацию. Как не просили? Не просили. Не просили. Что просили? Это решает суд. Еще раз говорю, это решает суд. Мы все участники процесса, мы такие вопросы не решаем. А вы представьтесь, пожалуйста, как вас правильно представить? Я адвокат, Бешимая. А заводская акционерная. А у вас сегодня будут новые ходатайства? Спасибо.